Бинг Кросби был одним из самых любимых артистов всех времен и занимал доминирующую роль как на киноэкране, так и в музыкальных чартах и радиоволнах с 30-х по 60-е годы. И все же, несмотря на весь успех, Кросби, его личная жизнь была наполнена невзгодами, трагедиями и противоречиями. Вот печальная история жизни Бинга Кросби. В начале своей карьеры в середине 20-х годов он выступал с музыкальным трио под названием Rhythm Boys. Именно в это время любовь Кросби к джазу заняла центральное место, и он продемонстрировал свои навыки скета и фразировки в стиле джаз. К тому времени, когда Кросби добился успеха в начале 30-х, начали появляться его подражатели, включая Перри Кома и Дина Мартина. Как сказал тогда один музыкант, «Все певцы пытались быть Кросби. Все были либо высоким Кросби, либо низким Кросби» Однако, когда культовый певец поднимался на вершину, он получил удар, который почти все сорвал – ларингит. Действительно, после прослушивания ранних записей Бинга Кросби 20-х и 30-х годов можно обнаружить некоторую охриплость его голоса, которая, похоже, появилась одновременно с его проблемами с голосом. Проблемы Кросби в конечном итоге привели к тому, что в 31-м году у него появился узел на одной из его голосовых связок. И пускай врачи посоветовали Кросби отдохнуть, звезда отказалась, и вместо этого он предпочел продолжать петь и пить, что только навредило ему. Примерно в середине 30-х годов голос Кросби стал тише, и он потерял способность брать высокие ноты. В результате он отказался от своего джазового звучания в стиле скет и вместо этого сосредоточился на балладах. К счастью, эти песни больше подходили для массового прослушивания, и Кросби стал голосом нации. Первые годы карьеры Бинга Кросби были наполнены успехом и любовью. В 29-м году певец встретил свою самую большую страсть – Дикси Ли, когда Ли уже была восходящей актрисой в Fox Studios. Пара связала себя узами брака 29 сентября 1930 года, когда Ли оставила свою карьеру иконы киноэкрана, чтобы создать семью с Кросби. Они поселились в Талуко-Лейк в Лос-Анджелесе в 1936 году, в красивом поместье, раскинувшемся на четырех акрах. К несчастью для Кросби и его семьи, в 1943 году произошла трагедия, когда пожар уничтожил их дом и большую часть их личного имущества. Пожар стоимостью в 250 000 долларов произошел в начале января, после того, как Ли и дети сняли елочные украшения. В результате произошло короткое замыкание, из-за чего загорелось дерево. Ущерб был катастрофическим – он уничтожил все награды Кросби по скачкам и гольфу, а также его ценную коллекцию музыкальных записей. К счастью для Кросби, во всем этом было одно небольшое утешение – ему удалось спасти обгоревшую спортивную обувь из остатков своей гардеробной, которая чудесным образом все ещё содержала невредимые 2000 долларов прибыли от гонок. И пускай Дикси Ли когда-то сама была артисткой, её отношения со Славой были гораздо более сложными и разрушительными, чем у Бинга Кросби. На самом деле, Ли ушла из общественной жизни не только для того, чтобы помочь карьере мужа. Она сделала это ещё и потому, что ей было очень неудобно перед камерой. Как выяснилось позже, уход от известности – не всё, в чём нуждалась Дикси. В своих мемуарах сын Дикси и Бинга, Гарри Кросби, написал, «Моя мать была из тех людей, которым нужно было услышать, милая, дорогая, я люблю тебя» А отец просто не мог этого сказать. Она часто отклоняла приглашение мужа присоединиться к нему на съёмках фильма или вечеринках, но это также сказывалось на её благополучии. Гарри Кросби также рассказал, «Думаю, ей стало одиноко, потому что папа всё время работал» В то время как Бингу Кросби удалось победить свою алкогольную зависимость после женитьбы на Дикси, его жена нашла утешение в бутылке. В документальном фильме 2014 года дочь Бинга, Мэри, рассказала, «Дошло до того, что она не выходила из дома, теряла сознание, а дети всё это видели, когда приходили домой. Она была на полу, и это навсегда оставит шрамы в душе практически каждого, на всех социальных уровнях» К сожалению, злоупотребление алкоголем Дикси Ли оказало длительное влияние не только на неё. Помимо психологических шрамов, которые она, скорее всего, нанесла своим детям, это также имело физические последствия для двух сыновей-близнецов пары – Денниса и Филиппа Кросби. Братья-близнецы Кросби стали жертвами алкогольного синдрома Плода. Душераздирающе, поскольку в то время этот вопрос не обсуждался – ни Ли, ни Бинг не знали, как помочь своим детям. В конце концов, все сыновья Бинга от его брака с Ли стали алкоголиками. К тому времени, когда Деннису исполнилось 56 лет, он умер в результате самоубийства от огнестрельного ранения, нанесенному им самому себе. На поминальной службе Денниса Гарри Кросби сказал, «Когда моя мать умерла, я видел, как в его глазах погас свет. Насколько я понимаю, с тех пор он пытался воссоединиться с ней» И пускай Бинг Кросби начал семейную жизнь с Дикси Ли, он также укрепил свой статус первоклассного исполнителя, и в результате звезда часто бывала вдали от дома. Это то, что всемирно известный певец признал в конце своей жизни. В разговоре с Барбарой Уолтерс в 1977 году Бинг вспомнил, каким он был отцом. И это ещё не всё. Бинг, похоже, был одержим идеей, что его дети вырастут испорченными жадностью, что часто является нормой у детей знаменитостей. Как однажды сказал его сын Гарри Кросби, «Он всегда говорил, что не хочет, чтобы в доме были голливудские дети. Он был до смерти напуган тем, что мы можем стать богатыми детьми» Но одержимость Бинга только оттолкнула сыновей. Только во время второго брака Бинга с Кэтрин Грант он наконец поднял свои отцовские инстинкты на ступеньку выше. Младший сын певца Натаниэль Кросби подтвердил Express, «Что касается воспитания детей, он понятия не имел, что делать. Я не могу сказать, что было с первой семьёй моего отца. Я считаю, что у него появилось больше времени, чтобы проводить его с нами, поскольку его карьера была менее приоритетной в дальнейшей жизни» На протяжении всей своей карьеры Бинг Кросби представлял массам идиллический образ самого себя. Как однажды сказала вторая жена певца, Кэтрин, все в мире были влюблены в Бинга Кросби. Те, кто не был одержим Бингом Кросби в то время, вероятно, видели в нем что-то вроде обычного эстрадного певца. Однако независимо от того, на чьей они были стороне, одно можно было сказать наверняка – Бинг Кросби не был опасен. Но такое восприятие длилось недолго. После смерти Бинга в 1977 году его публичному авторитету был нанесен серьезный удар после того, как его старший сын, Гарри Кросби, опубликовал в 1983 году мемуары, в которых подробно описывались жестокие наклонности отца. В частности, он утверждал, что Бинг издевался над Гарри из-за его внешности и бил его, когда тот набирал вес. Однако в то время как другие дети Бинга также подвергались жестокому обращению, Деннис Кросби рассказал тогда, что Гарри часто терпел худшее. Между тем, Филипп Кросби преуменьшил значение утверждений своего брата. Тем не менее, Гарри будет придерживаться своего повествования на долгие годы, даже раскрыв в 1987 году некоторые подробности. Насколько я могу вспомнить из раннего детства, я не помню времени без ужаса, недоумения, тревоги и отчаяния на моих плечах. Когда Гарри Кросби опубликовал свои душераздирающие мемуары в 1983 году, эстрадный певец уже не был жив, чтобы стать свидетелем последовавшего разрушительного удара. Его сын, Линсей Кросби, встал на сторону своего брата, подтвердив обвинение в жестоком обращении. Как тогда сообщил журнал People, поддержка Линсея была удивительной, поскольку, по большинству свидетельств, он был любимым ребенком Бинга. Когда их отец был ещё жив, а ребята уже были взрослыми, похоже, что Бинг вложил время и силы в попытки убедиться, что его сыновья не сбились с пути. На самом деле, пока Линсей боролся с алкогольной зависимостью и депрессией, Бинг, заботясь о здоровье своего сына, рассматривал возможность помещения его в психиатрическую больницу. Линсей, как сообщается, отклонил мольбы Бинга о помощи и, к сожалению, так и не оправился от проблем с психическим здоровьем. В декабре 1989 года Линсей покончил жизнь самоубийством, узнав, что семейное наследство, которое у него осталось, исчезло. Младший из детей Бинга и Дикси Ли в течение многих лет боролся с алкоголизмом и депрессией, несмотря на то, что ему приходилось жить в тени своего знаменитого отца. Если у вас или у ваших знакомых сложилась сложная жизненная ситуация, то это серьёзно. Позвоните по телефону доверия психологической помощи 8 800 333 44 34. После нескольких лет одиночества в сочетании с десятилетиями злоупотребления алкоголя жене Бинга Кросби, Дикси Ли, в июне 1952 года был поставлен диагноз рака яичников. В возрасте всего 40 лет. Ещё более трагичным было отсутствие Бинга, когда в том же году скончалась его жена. Врачи решили не сообщать ей, что рак находится на последней стадии, и впоследствии её муж вылетел в Париж на запланированные съёмки фильма, чтобы не вызвать подозрения, что что-то пошло не так. Поскольку Бинг Кросби был достаточно знаменит, у певца не было покоя даже в день похорон жены. Позже Гарри Кросби объяснил, что это был просто цирк. Несмотря на всё это, казалось, что отец совсем один. По иронии судьбы, смерть Дикси Ли сблизила семью, пускай и на короткий период времени. Что касается самого Бинга, певец сказал, «Я никогда не буду говорить о своём горе из-за её потери. Я верю, что горе – это самые личные эмоции, которые может испытывать человек, и я собираюсь и дальше сохранять их внутри себя» Судя по язвительным мемуарам Гарри Кросби, одно о Бинге Кросби можно сказать наверняка – культовый певец никогда не мог легко выражать свои эмоции. Этот факт затронула и Барбара Уолтерс во время своего интервью в 1977 году, когда она подробно рассказала о восприятии певца публикой. – Это фотография человека, который очень трудно передать эмоции. В то время Бинг выступал против этого описания, назвав себя, цитата, «открытым парнем», но его вторая жена Кэтрин может подтвердить закаленный характер своего покойного мужа. Говоря о его отношениях с сыном Гарри, она сказала следующее, «Он начал обмениваться рукопожатием с Гарри, когда ему было 4 года. Я сказал, что ты делаешь, обними его» И, похоже, это чувство закаленности оставалось с Бингом до дня его смерти на поле гольфа в октябре 1977 года. В разговоре с Экспресс его младший сын Натаниэль вспомнил, что был с отцом в последние минуты его жизни, и даже тогда не произошло последнего признания в любви перед его внезапной смертью от сердечного приступа. Натаниэль рассказал, его последние слова не были особенно памятными. Он сказал, «Это была отличная игра в гольф, ребята» и добавил, «Пойдемте пить колу» За свою долгую карьеру легендарный певец Би Кросби выпустил 1200 невероятных мелодий. За свою долгую карьеру он перепел почти все музыкальные жанры – от гимнов до легкой оперы и R&B. Однако, самым большим хитом Кросби почти наверняка является праздничная классика – White Christmas. Бинг Кросби впервые записал этот трек в мае 1942 года, а продажи песни по миру составили около 50 миллионов копий. Впоследствии White Christmas попал в первую в истории Книгу рекордов Гиннесса в 1955 году как самый продаваемый сингл всех времен, и удерживал этот титул на протяжении десятилетий. И пускай наследие Кросби довольно большое, одна песня, создающая праздничное настроение, затмевает все остальное в умах многих людей. Как лаконично выразился продюсер Кен Барнс, «История не рассматривает Бинга как первопроходца. История видит в нем парня, который выходит каждый год и поет White Christmas» К счастью, сам Бинг никогда не беспокоился о песне. В 1977 году Барбара Уолтерс настаивала на том, чтобы выяснить, не надоела ли Кросби его рождественская классика. Но, по крайней мере, ясно, что Бинг Кросби нашел бы утешение в том, что все эти годы спустя его легендарный рождественский подарок все еще является ценным. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры создавал DimaTorzok